Три праздника сегодня отмечают в Украине. День защитника Украины, День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы. В столице прошли сразу несколько митингов, вечи, мероприятия сопровождали несколько тысяч полицейских. Удалось ли ему держать всё под контролем и кто всё же пустил в ход дымовые шашки и петарды, узнаем от любви куклы. С четырёх часов дня в центре Киева проходит многотысячный митинг Филосвобода, посвящённый Дню защитника Отечества. Здесь собрались люди со всей Украины. Впрочем, вышли на митинг сегодня не только в честь праздника. По словам активистов, своим маршем пытаются выразить недовольство недавно принятыми Радой законами. Про легализацию так называемого Донбасса, про поновлення с ней торговли, про народную поли-милицию на территории Донбасса. Ну, хоть теперь смотрятся. Тем не менее, сразу уверяют, сегодняшнее шествие будет без провокаций и стычек. Мы, как представители нацистического рука, не знаем, потому что сегодня свято. Вы знаете, я думаю, провокаций не будет. По-перше, свято. По-друге, каждый может высловить свою думку. Если мы будем двигаться, будет результат. Если мы будем сидеть по охоте, результата не будет. Но не тут-то было. Полиция почти сразу после начала митинга задержала одного из активистов. За нацистское приветствие. Тем не менее, ситуация на протяжении всего мероприятия оставалась под контролем. Почтить защитников, активистов националистических сил, собираются уже несколько лет подряд. Сегодня великое, величное свято для всех украинцев. Свято святої покрови, яка завжди была покровительницей украинского войска, казахства, сечевого стрелецства. Багато украинцев заехало. Десь понад 20 тысяч, мы видим, что есть тут. Багато тут киян пришло. Это свято шанувания тех, кто оборонил Украину и часто-густо навіть поклав жизнь за Украину. Думаю, что социокультурно это свято проживается. Традиционно сначала возле памятника Шевченко состоялась вечер. Потом из парка колонна участников двинулась до Контрактовой площади. Длиже к вечеру участники зажгли фаеры. В ход пошли дымовые шашки и петарды. Улицу полностью окутал дым. Но дальше пиротехники дело не пошло. И активисты двинулись к Майдану. За порядком в центре Киева следят несколько тысяч силовиков.